Это не художественные произведения, это цель и задачи программы, которая финансируется, которая должна быть, согласно мероприятию, выполнена не позднее 2030 года. Тут осталось-то всего ничего, по большому счету. Враги делают все для того, чтобы он не слышал этого, да, и создает посторонние шумы, которые отвлекают его от главного, и в итоге ребенок перестает видеть вот эту цель, перестает видеть вот этот путь. Здравствуйте, уважаемые наши зрители и случайно зашедшие слушатели нашего канала. У меня сегодня праздничный эфир. Ну, не то, что у меня, наверное, у всего канала праздничный эфир. Так получилось, что заскочил, и здесь оказалась у нас моя старая хорошая подруга, знакомая, товарищ Ольга Николаевна Четырекова. К сожалению, наши предыдущие ролики, которые мы с ней записывали, ни одной из них в Ютубе не осталось. Ютуб начисто зачистил все, что мы с ней говорили, обсуждали, хотя было интересно, безусловно, но этот мы еще не начали, поэтому какое-то время на существование этого ролика у вас посмотреть будет. Ольга Николаевна человек системы. Она очень хорошо понимает, что за чем следует, и рычаги воздействия на то, что мы называем цифровизацией, дебилизацией, оптимизацией и всеми остальными зациями, поэтому у меня к ней, конечно же, вопросов много. Но я как директор, то есть деревянный, то есть тяжело соображающий, мне требуется всегда подробно объяснять нюансы этих дел, я задаю простые вопросы, и мне хотелось бы на них получать простые ответы. Ну, такие мы простые директора, нам сложные вещи не подвластны. Поэтому у меня простые вопросы, которые не могут не возникать. Я вот с Ильей несколько передач провел, который мне вот так раз мозги мне завернул, и я прихожу к выводу, что вот если есть образование, которое почему-то в нашей стране и в мире подвержается той или иной оптимизации, оптимизации, деградации, цифризации и так дальше, то у этих мероприятий должен быть кто-то заказчик. Я пытаюсь понять, а кому вообще надо образование? То или иное, плохое или хорошее. Кто-то же платит за то или иное образование, за методички, за то, чтобы студентов, будущих педагогов, учили по этим программам, не по этим. Кто-то за это платит большие деньги для чего? А кто вообще является заказчиком образования наших детей? По большому счету в том или ином образовании наших детей заинтересованы три разные группы. Заинтересованы родители. Ну и к ним отнесем детей, которые, может, еще ничего не понимают. Значит, в образовании в том или ином заинтересованы родители и дети. Дальше. Заинтересованы будущие наниматели этих детей. Это может быть как отдельный бизнес, так и госструктуры какие-нибудь. Они заинтересованы. И заинтересована государственная система, машина целиком. Значит, исходя из того, какой компромисс или доля интересов складывается среди этих трех больших заказчиков, формируется та или иная система заказа на то образование, которое будет. Причем ресурс, который будет уплачен за то, чтобы та или иная система образования продвигалась, есть, по большому счету, только у последней структуры, у государства. Ну, в какой-то мере есть у родителей, как мы видим сейчас, есть семейные школы, но он не сопоставим по объему с тем ресурсом, который есть у государства. Дальше я сделаю длинное вступление, я потом надеюсь на подробную с вашей стороны как бы расшифровку. Дальше возникает вопрос. Значит, а какое образование будет заказывать государство? И почему именно такое? То есть, почему мы считаем, что цифровизация, дебилизация, оптимизация – это все плохо. И почему, если это все плохо, мы так сознательно считаем, государство заказывает именно такую систему образования, которая направлена на деградацию. В чем дело? Что происходит с государством, что оно вкладывается в развитие именно такой системы деградации в образовании? Зачем? То есть, в этом же должен быть какой-то скрытый или нескрытый смысл. Ну, наверное, здесь, опять-таки, как прямолинейный директор, я понимаю, что если есть какая-то цель, под нее строятся те или иные мероприятия. И на эти мероприятия тратятся определенные ресурсы. Ресурсов сейчас не хватает, поэтому цели надо достигать минимальным объемом ресурсов. Понятно. Если государство, почему-либо, система образования, входит в том, что дети перегружены учебой, перегружены всем, чем можно только нельзя, времени нет совсем, на здоровье тоже нет времени, и при этом они получают знания и способности намного меньше, чем в наших советских школах, в которых, в общем-то, дети успевали много больше. А при поступлении в вузы технические, ну, как минимум вдвое, судя по нашим данным, знали предмет лучше, чем нынешние выпускники школ. То есть, я прихожу к выводу, что здесь есть определенная, в общем-то, действительно логика. Почему? Потому что у меня, вот, может, помните, не помните, есть такая простая пирамида управления, пирамида власти, да, пирамида знаний, которая показана, как расслабляется общество на пять разных сегментов. Вверху маленький процент – это, собственно говоря, владеющие знаниями, назовем их условно жрецы. Дальше чуть больше, там, 3-4 процента – это класс управленцев, которые, как механизм управления нижними слоями жрецов работают. Третий слой – это те люди, которые занимаются непосредственно в сфере науки и производства. А дальше самые большие слои – это сектор производства услуг и так называемый дотационный сектор. В ситуации, когда для всего необходимого производства на Земле хватит от 5 до 7 процентов населения земного шара, получается, что образование, сложное техническое образование нужно только для жрецов, для 3 процентов управленцев, и пускает 10 процентов, то есть 15 процентов требует более-менее приличного образования. Причем из этих 15 процентов десятка, ну так себе, а 85 процентов, если их образовывать, то мы натыкаемся на мнение Грефа о том, что «А зачем вообще вам знать математику? Это же плохо. Вы еще экзамены заставите их сдавать, это вообще ужас». Он же вспоминает, каким ужасом он сдавал математику экзамены. Зачем узнать математику? Вы в сфере дотационного потребления, и чем более вы глупыми и необразованными будете, тем легче вам будут управлять. То есть, с точки зрения государства, вопрос снятия, понижения качества образования очень важен для того, чтобы этим классом, классом потребителей и классом производителей услуг, которые по большому счету являются ничем неим, как класс, который проедает добавленную стоимость, произведенную в третьем сегменте, очень важно опустить в образование и в культуре для того, чтобы ими можно было манипулировать, но в данной ситуации мы медленно, но верно подходим к ситуации, к тому, что эти 85% населения планеты или нашей страны превращаются почти в бессловесное пока человеческое стадо. с теми или иными, скажем так, потенциальными возможностями в будущем выйти из этого образа человеческого. Есть вторая проблема. Значит, государство не может существовать без того или иного образа будущего. Ну, в стране мы точно с вами образа будущего не видим. То есть, вот наше образование, которое сейчас есть, оно же нацелено на получение какого-то нового образа будущего в нашей стране. Вот хочется тоже понять, а какой образ будущего нашей страны при такой деградации образования, при той дебилизации, которая есть? Это наше сознательное решение? И как вообще может это будущее, ну, как говорил мой хороший товарищ Сергей Серебряков, если нет образа будущего, то есть, без образа будущего, это безобразие, да? Откуда это слово, в общем-то, и появилось? Очень правильно. Но есть еще все-таки заказчик, который, может быть, не имеет ресурсов, но не совсем еще бессловесное стадо. Конечно, из нас воспитывают такое, но мы еще до такого не дошли. Над нами надо еще работать, чтобы довести. Это заказчик в лице родителей самих учеников, которые сознательно или бессознательно, интуитивно или нет, чувствуют, куда нас ведут, и не хотят в это стадо запихнуться. Но, с другой стороны, кроме как сопротивляться кем-то задунному образу будущего и мероприятиям, очень сложно. Почему? Потому что защита – вещь хорошая, но если у тебя нет плана атаки и своего образа будущего, можно какой-то долго защищаться, но все равно эта оборона рано или поздно будет прорвана. То есть проблема в том, что я вижу, что те или иные школы, отдельные партизанские родительские отряды защищаются, но защита одного отдельного взятого участка леса или деревни не спасает всю страну от поражения в этой массовой войне на уничтожение детей. И вот как здесь найти какой-то вариант действий, который бы не только обозначил первую линию обороны, как говорится, Брестская крепость, пока она стоит, там кто-то далеко в Москве, в штабах, разрабатывает систему новой атаки, новой победы, выйти на Берлин. Для этого нужен образ будущего, иначе учить детей для чего? Для того, чтобы они… Я понимаю родители, которые могут добиться того, что их ребенок будет чуть более грамотный, чуть более здоров, чем обычный. Но если в системе, которая готовится в будущее нашей стране, в принципе, будет не востребован здоровый, нормальный, образованный человек. Такое может быть. Разве такое у нас не было в 90-е годы, когда любой ларечник, продающий сникеры, сникерсы, жил лучше, богаче, чем инженеры с двумя высшими образованиями. Такое было. Это как крайний вариант. То есть момент неоднозначный. Много вопросов. Я вот ждал, когда я до вас доберусь и накидаю вам эти вопросы. А вы как человек системный, и насколько я знаю, читал ваши книги, по каждому из этих вопросов у вас есть свое мнение, в том числе научно обоснованное. Ну, уважаемые зрители, вывалил, наверное, кучу вопросов, которые вас тоже наверняка интересуют. Ольга Николаевна, прошу. Пока мы еще можем говорить. Нет, говорить мы сможем всегда. Это должна быть нашей установкой. А что касается нашего изгорода. Во-первых, понимаете, я вот считаю, что миссия преподавателя – это не передавать знания, а миссия преподавателя – это зародить интерес, у кого-то зажечь этот интерес, у кого-то его разбудить для того, чтобы открыть возможность развития интеллектуального, духовного развития личности. Вот в этом основная задача преподавателя. Потому что знания, информацию он может получить где угодно, из книг, из учебников. А самое главное преподавателя – это научить студента задавать вопросы. Зачем, почему, как. То есть вот этот интерес в глубине – это и есть главное. Поэтому, когда вот мы выступаем и в наших видеопередачах представляем какую-то тему, у меня тоже моя задача не передать знания, да, не передать какую-то информацию, а породить у слушателей вот этот интерес, чтобы дальше они работали самостоятельно. Потому что вообще самая главная задача любого человека – это саморазвитие. Да, вот это наглухо у нас сегодня заблокировано. Вы меня заряжите вопросами. Вот я эти вопросы задаю, потому что вы меня года два-три назад заставили над этим думать. Да что вы, да. Вот потому я вам сейчас вот, как говорится, ловерды. Слава богу, да. Я очень рада, что какую-то лепту я в это внесла. Нет, нет, ну действительно это так, это самое главное. Потому что, понимаете, вся наша история, я сейчас очень сильно её пересмотрела, всю нашу историю, это такова, что фактически она заключалась в том, что боролись всегда вот эти два течения, две тенденции мощные. С одной стороны, саморазвитие, поскольку всё-таки мы приняли христианство, а христианство – это мировоззрение, которое исходит из того, что главное в жизни, главное в жизни – это любовь к богу, любовь к ближнему. Да, вот это определяет всё. Если ты любишь ближнего, то ты не будешь его эксплуатировать, ты не будешь его обманывать, ты не будешь его обворовывать. Вот. И поэтому, если мы берём нашу систему ценностей основной, то я не понимаю, каким образом любовь к ближнему может сочетаться с крепостничеством, с расставщичеством, с капитализмом. Понимаете? И получается, что изначально были двойные стандарты. То есть народ православный, православные ценности, а социальные, реальные социальные действительности будут таковы, что эти ценности он не мог реализовать. Вот. И поэтому у нас очень много любят говорить о соборности, он очень много любит говорить о духовной свободе русского человека. Но на протяжении всей нашей истории это всё заглушалось. И в итоге мы получили то, что мы сегодня не имеем. Потому что за годы советской власти, которая дала очень много для развития человеческой личности, да, она раскрепостила человека в социальном плане. Вот. Но что получилось? Государство, оно взяло на себя всю заботу. И она была такой мощной этой заботой, что когда государство было разрушено, социалистическое, и вместо него пришли, понятно, кто, да, пришла криминальная структура, то народ, продолжая воспринимать эти криминальные структуры как государство, решило, что оно сейчас будет дальше заниматься. И вот эта самодеятельность, самостоятельность, самоорганизованность, о которой говорил Илья, вот это всё было заглушено. А в дальнейшем заглушалось всё больше и больше. Вот. И сегодня фактически мы имеем дело с тем, что вот эта способность людей делать что-то самостоятельно, самостоятельно мыслить, самостоятельно решать, принимать самостоятельные решения, самостоятельно действовать. Я уж не говорю вообще про самоорганизацию, про самоорганизацию, вот когда надо решить какую-то проблему, остановить какую-то преступную стройку, да, которая уничтожает там какой-то исторический памятник или вот как сейчас разрушают главный ботанический сад, народ не выходит, он не самоорганизовывается. Да, появляются какие-то единицы, которые берут на себя это, но опять же это мало. И я наблюдала в течение всех этих 30 лет перестройки, как заглушается, убивается эта способность наших людей, их самоорганизации, исходящая, так сказать, да, вот из этого самостоятельно, которая основывается на достоинстве человеческой личности. Для меня это вообще главное достоинство человеческой личности. Другое дело, что, может быть, каждый понимает по-разному это достоинство, но мы должны пойти, откуда понятие это пришло, кого мы должны быть достойны. Мы созданы по образу и подобию большему. Поэтому вот это достоинство человеческой личности это то, что больше всего пугает тех людей, которые стремятся к тотальной власти. И вот когда вы спросили про образ и что с нашим образованием, вы знаете, все это прекрасно описано в книге Олдуса Хаксли «Дивный новый мир». И это никому не антиутопия, это никому не фантастика, это фактически проект, да, это стратегия. Потому что, как мы помним, Олдус Хаксли был братом Джулиана Хаксли. Джулиан Хаксли – это был очень известный английский евгений, который до войны возглавлял соответствующий институт, и который разработал программу вместе с Умолосским королевским обществом перестройки человека, именно человека. И фактически Олдус Хаксли и описал эту программу, которую мы сегодня видим, реализуется, пока отдельный элемент, но приближается, в общем-то, к тому, чтобы дойти до самой сути. И там, как мы знаем, фактически речь идет об образовании. Но, конечно, это слово не подходит к тому, что там, потому что мы сейчас говорим об образовании в широком смысле слова, воспитании, обучении, да, хотя, естественно, само слово «образование», как мы помним, оно означает следующее – раскрытие человека образа Божьего. Вот ребенок рождается, он еще близок, да, и дальше самое главное – сохранить связь с Богом, и либо ты делаешь все для того, чтобы ребенок слышал Бога и развивался в соответствии с тем, для чего он предназначен, так сказать, до замысла Божьего. Либо враги делают все для того, чтобы он не слышал этого, да, и создает посторонние шумы, которые отвлекают его от главного, и в итоге ребенок перестает видеть вот эту вот цель, перестает видеть вот этот путь. Вот. И вот Улдус Хакслон прекрасно показал, как они будут, как они планируют, и как они будут делать людей, формировать людей. А вот, во-первых, это в колбах, да, нету матерей, нет родителей, нет отцов, нет родителей. То есть, таким вот, так сказать, вот эта вот третья сила, которую вы говорили – родители. Значит, они вообще исключаются, их не должно быть. И мы видим, что сейчас вся эта политика, особенно вот последний законопроект, который мы обличаем как антисемейный, касающийся изменения семейного кодекса, он как раз и направлен на это, да, направлен на разрушение семьи и на размывание прав родителей, на размывание статуса родителей, при котором родители, формально сохраняя свои права, вот, а реально не смогут уже никаким образом влиять на воспитание и образование своих детей. Вот. То есть, значит, главное исключить родителей. Радикальный вариант – это действительно, и сейчас уже мы говорим, об этом начинают уже говорить, и у нас тоже это должно стать нормой, что возможно производить детей вне человеческого тела. Вот. Потому что тогда вы действительно формируете фактически совершенно новое существо, вы закладываете то, что нужно, да, вот ту программу, которая нужна. Вот. Далее, это кастовое образование, да, мы видим кастовое обучение. То есть, формируются соответствующие касты, которые будут переназначены для разного вида деятельности. Вот. И таким образом проблема с кадрами, да, и проблема с обслуживанием, она будет решена. Вот. Межотраслевой баланс. Да, межотраслевой баланс. Только в другом немножко смысле, и не с железками, и деньгами, а с генами и людьми. То есть, они формируют человеку функцию, да, человека, который будет изначально в этой колбе уже, да, в этой пробирке, из него делают соответствующую функцию, ничего более. Поэтому вот в романе мы видим прекрасно описано жизнь, эмоциональная жизнь этих людей. То есть, фактически, она не просто ущербна, да, у них их просто нету. Вот. И вот у нас сегодня стало очень модным слово эмпатия. А на самом деле есть прекрасные русские слова. Это все, что связано с сопереживанием, сочувствием, состраданием. Вот это вот и есть, да, это не сочувствие, сострадание. Так вот, все вот эти цифровые технологии, как написал Мартин Шпицер, они как раз, при использовании их в процессе обучения и вообще назывании, да, с самого раннего детства, они ведут к атрофии тех участков мозга, которые отвечают как раз вот за эту со, да, то есть за эту социализацию. И поэтому мы получаем детей фактически уже наполовину лишенных вот этих своих человеческих качеств, нормальных человеческих качеств. Их уже приспосабливают к тому, что они будут выполнять какую-то одну функцию. Вот, далее мы фактически, эти люди, ими управляют с помощью страха. Раз, ну это обычный инструмент, страх. А второе самое главное – это удовольствие. Вот, они получают удовольствие, им ничего не надо. Помните, они там принимают свою сумму. То есть, если что, как нужно отвлечься или напряглись, они принимают, и в этом условии они погружаются в соответствующее состояние удовольствия, которым заменяют все остальное. И вот эти два инструмента – получение удовольствия и страх или травмирование сознания – они являются основными при формировании вот этого типа общества. Это все прекрасно описано в антиутопиях. Вот где-то делается акцент на страх и на подавление. Это вот у нас Орл, да, описал. А вот у Хаксли там другой, да, там как раз механизм, как с помощью подавления личностей, да, с помощью исключения возможности мыслить и думать, человека приучают к тому, что через удовольствие он по доброй воле фактически подчиняется системе концлагеря. Вот так вот они это все рисуют. Поэтому… Ладно, я на момент хотел бы уточнить. Смотрите, вот то, что вы сейчас рассказываете, ссылаясь на, условно скажем, художественные подразделения, произведения, это понятно, чтобы люди понимали, кто читал эти книги, как это будет выглядеть. Но дело в том, что кроме этих как бы художественных произведений у вас есть ряд книг, где вы ссылаетесь на конкретные решения и действия международных организаций с большими полномочиями, начиная от ВОЗа и кончая там всех остальных. Здесь вот в студии Илья показывал просто охромную пачку документов с теми программами, которые международные организации, и это не художественные произведения, это в цели, задачи, программы, которые финансируются, которые должны быть согласны мероприятиям, выполнены не позднее 2030 года. Тут осталось всего ничего, по большому счету. То есть примерно нравится нам или не нравится, мы в той или иной степени вероятности уже можем увидеть тот образ неприглядного будущего, которое нам готовят. Что можно противопоставить против этого огромного ресурса даже не одной взятой госструктуры, а какого-то мирового, ну не называем правительства, а мировых организаций с огромными триллионными долларов бюджетами, которые заточены на то, чтобы к 2030 году сделать эти антиутопии жизненными. Как вот что-то вот в этой ситуации. Мы можем противопоставить какой-то свой образ будущего? Причем за этим образом будущее должен стоять какой-то ресурс, иначе это бесполезно. И опять-таки мы с вами, так получилось, люди верующие, иногда меня критикуют, что как же ты, взрослый человек, а в Бога веришь, да? Ну, может, так получилось, не сразу так, но пришел. Я более того, я не верю, я знаю, это разные вещи. Вот, это отдельная песня. Но человек, на мой взгляд, нужен Богу до тех пор, пока он сохраняет свободу выбора. И если человек свободу выбора не сохраняет, если он этого лишен, то человек в частности и человеческая цивилизация в целом Богу будет не надо. Или это вот то есть, если мы создаем общество без свободы воли, значит ли это, что мы своими руками приведем к цивилизации, к тому моменту, когда потребуется очередной потоп или что-то еще в этом роде, чтобы опять появился человек, который будет иметь свободу воли. Вот, можно ли этого избежать, этого потока? Конечно, можно. Замечательный наш богослов Евгений Ильич Авдеенко, вот, очень глубокий богослов, у него замечательная книга «Тема Каин в современном мире», это фактически православная антропология, он показывает развитие души. Вот, у него в одной из лекций он сказал такую вещь, что если будет хоть один верующий в Российской Федерации, все может измениться в мгновении ока. Действительно верующий. Так вот, понимаете, у нас очень любят поговорку «Страшен черт, когда он не виден, когда он виден, он смешон». Вот, но люди, у меня такое впечатление, что им просто доставляют удовольствие себя пугать. Вернее, их начинают пугать, и они вместо того, чтобы вот это все куда-то в сторону отодвинуть реальность, они начинают в это верить, они сами себя пугают, им это нравится, а дальше, так сказать, это уже необратимый процесс, идет это все по руку. Потому что самое главное в нынешней системе управления это не репрессии, да, а самое главное – это заставить человека принять это все по доброй воле, потому что ему это будет нравиться, ему будет это хорошо. То есть он, это вот то, что называют два итальянских исследователей еще несколько лет назад выпустили книгу, называется «Неры рабы». То есть это рабы по собственной воле, по доброй воле. Вот то, что описал Дус Хаксли, он прекрасно показал вот эти механизмы. Сегодня мы видим, люди будут получать даже маленькое удовольствие, но это удовольствие, оно лишит их возможности реально смотреть на жизнь, реально смотреть на то, что происходит и видеть, что фактически их уничтожают, да, как людей, как человеков и как общество. Я могу передумать, что это действительно как наркотик. Маленький пример из промышленного нашего года. Мы говорим о том, что нам не нужен отечественный автопром, потому что у него плохое качество, лучше немецкий. Давайте мы свой автобас уничтожим, потому что он делает машину хуже. Будем видеть на импортном. Да, у нас пропадут рабочие места, пропадут высокие технологии производства. Ну и что? Зато там лучше. То есть, в принципе, спорить бесполезно. Сейчас там машины действительно лучше. Но то, что это приводит к деградации технологий и производства промышленности в России, то есть для того, чтобы снова появились машины хорошие, необходимо развивать, необходимо упираться, необходимо вернуться и ездить на плохих машинах, не покупать хорошие, на дорогих плохих машинах. Это голову нашего гражданина сегодня уже не укладывается и никого уже почти не заставить. Поэтому, когда мы говорим о том, что люди должны где-то себя немножко ущемить в удовольствиях, а зачем? Почему я должен… То есть, вот я привел пример, который понятен всем по поводу того, что лучше купить дешевое китайское или дорогое. Ну, тут есть, у самого мужчины. А ведь это то же самое. И это удобно, это очень удобно сослаться на то, что мы все равно никогда не сможем… И самое интересное, что массовое сознание… Вы не сможете переломить, что надо сделать по-другому ради того, чтобы изменить трудную тенденцию. Твое безделие – это оправдывает туаленность. Вы знаете, еще давно, в 70-е годы, вышла такая очень короткометражная фирма, это была чья-то дипломная работа, называется «Лаборатория». Совсем кратко, в чем смысл? В этом институте вызывают начальника лаборатории, ему говорят, вы знаете, у нас сокращение, вы должны сократить одного человека. А у него там все нужны, по-моему, человек восемь. И он начинает мучиться, ждать, кого убирать, странить, и не может никого. Понимает, что никого не может. В итоге он вызывает своего заместителя, говорит, я уезжаю в командировку, значит, нам нужно убирать одного человека, сделай это, и уезжает. Когда он возвращается, значит, приезжает и видит, обстановка его идет, такая же, как была, вроде бы все на месте, но он его вызывает, говорит, так что, кого? Он говорит, никого, наоборот, говорит, еще, говорит, одну единицу дали, он говорит, а каким образом? Когда я пришла к директору, я объяснила ситуацию. И в итоге все изменилось. То есть, понимаете, вот это вот оно и есть. Та самая система, когда человек управляет с помощью собственного страха, да, или с помощью его собственной слабости. Вот мы всегда говорим, все зависит от нас. Вот как вы себя будете вести, так вам будут и относиться. Вот Илья рассказал, да, что фактически он делает вещи как бы немыслимые для родителей. Потому что кто придет и будет с директором говорить о том, что они не знают закона и что они… Если бы каждый человек вел себя так же, если бы каждый на своем месте это все отставил, то ситуация была бы совершенно другой. Но вот это вот как раз начисто вышибает наших людей. И за эти 30 лет я это все наблюдала, как свободолюбивый наш народ превращался в нечто иное, совершенно иное, противоположное. Причем, понимаете, радикально. Я еще вспоминаю 90-е годы, до 93-го года, до октября 93-го года, после которого, я считаю, радикально все изменилось. Вот. Это был другой народ. Да. Вот. И это был думающий, мыслящий, действительно, имевший образ, определенный образ. Вот. Но дальше вот этот вот чистоган, да, этот золотой телец и вот это вот правление с помощью человеческих слабостей, они радикальным образом изменили картину. Радикальным образом. Что можно сделать? Поэтому сегодня, сегодня, понимаете, ну, Владимир Николаевич, если мы с вами верующие люди, мы прекрасно понимаем, что если человек лишит и совершает ошибки, то он за это расплачивается. И далее вот это, то, как он за это расплачивается, его меняет и ему преображает. Вот сейчас наш народ как раз и проходит вот такие тяжкие испытания. Вот. Я думаю, что это только начало. И если и дальше люди будут спать, то испытания будут еще более тяжелые. Вот. Поэтому чем быстрее наши люди начнут просыпаться и вспоминать о достоинстве человеческой личности, еще раз говорю, что это начисто, да, пытаются зачистить, вот, тем быстрее будут перемены, да. И будет происходить это для нас самым невероятным образом. Мы сейчас не можем сказать, как. Как вообще в истории. Ну, кто мог предусмотреть фигуру Сталина и кто мог предусмотреть, да, то, что он уже делал. Среди стопроцентного общества масонов затесался один феминарист. Да, да. Это прямо вот как... Кто мог предположить, что страна, да, станет первой космической державой. Это было немыслимо совершенно, потому что это же стало, да, хотя, естественно, в каком состоянии были мы там в 30-х годах и Америка. А вот. Мы стали первой космической державой. Наша ценность, наша заповедь возлюбленного, как себя самого, но это основывается на возлюбии Господа, да, всем сердцем своим, она проявилась в социальной сфере. Понимаете? То есть это социализация вот этой любви, вот. Не может быть любви при эксплуатации одного человека другим. Не может быть. Это большая неправда. И наш народ это всегда чувствовал. Вот. Другое дело, что когда произошла революция и была ликвидирована эксплуатация, эта заповедь любви была заменена классовой идеологией. Вот. А надо было просто это соединить. И вот сегодня весь наш исторический опыт как раз нас и подводит к этому, да. Что невозможно любить человека, да, жить по христианским ценностям, если вы создаете социальную систему, при которой один человек уничтожает другого человека. Это все взрывается. Это ложь. Это большая ложь. Да. Не может быть. Не может православный человек быть капиталистом и эксплуатацией. Не может. Все. И мы должны это признать. Вот. С другой стороны, если мы создаем эту социальную систему, то опять-таки она основывается именно вот на этой социальной заповеди. Вот и все, вот что нужно. Нужно действительно реально это все реализовать. И в советское время это было очень близко, потому что ценности-то все равно были наши. Христианские ценности были. Мы воспитывались на русской литературе. Причем мы были намного ближе к православию. Мы советские люди, нежели те, кто сегодня изучает православие. Потому что это все ушло в обряды ересь. Это все ушло в попытки это все приспособить к совершенно чуждой православию. Социальной системе, политической системе абсолютно. И это все равно надо будет признать. Надо смотреть правде в глаза. Вот как бы люди не пытались, все равно к этому предойдем. Придем. И уже это близко. Это время, когда нужно будет это констатировать и говорить правду. Из нашей беседы я прихожу к выводу. Не к выводу, а я слышу вашу мысль следующим образом. Что, конечно, каждый человек на своем месте должен искать себе Бога, с одной стороны. Но, с другой стороны, вы говорите о том, что в какой-то мере тот факт, что мы должны измениться, произойдет из-за тех обстоятельств, которые неизбежно будут нас заставлять к этим изменениям подходить. Конечно. И эти обстоятельства будут максимально жестокие, если мы не понимаем трендов и тенденций. Ну, не могу сказать, чтобы меня на добродушный лад настраивали на такие ваши предупреждения. Хотя из нашего долгого знакомства я знаю, что вы, как правило, попадаете в яблочко. Но, с другой стороны, предупрежден, значит, вооружен. Я, Владимир Николаевич, думаю, что ваш опыт жизненный и не просто чувства, которыми вы, конечно, делитесь со всеми, но огромное знание фактов, фактологии, аргументов – это то, что мы должны сейчас максимально популяризировать для того, чтобы люди понимали, что это не просто слова, за им стоят реальные действия и поступки. Вот я вижу уже на моих глазах, формируется коллектив разных людей. Вы постарше со мной, Илья помоложе. То есть есть какая-то преемственность уже поколения, которые, в принципе, это понимают, чувствуют так или иначе, и с этим пытаются что-то делать. Но вот все-таки, даже пускай под давлением обстоятельств, хотелось бы немножко заглянуть в будущее и понять все-таки этот образ будущего, который у нас должен быть. Я не уверен, что образ нашего будущего, хорошего, правильного будущего – это возврат к старому. Мне кажется, это что-то должно быть другое. Возврат невозможен вообще в истории. Да, мы вспоминаем Советский Союз как более справедливое общество. Хорошо написал, что это была уникальная цивилизация советская. Ее больше никогда не будет. Но, наверное, что-то должно быть чуть по-другому. Раз она сломалась, значит, мне что-то было не совсем так. Естественно, поэтому я думаю, что мы должны трезво, как человек, который попал в беду, который пребывает в страшном состоянии, он вспоминает весь свой путь, всю свою биографию, где, когда он совершил что-то не то и трезво смотрит на свое прошлое. И также мы сегодня должны трезво посмотреть на нашу историю, именно трезво, без идеализации. У меня вот такая просьба, Ольга Николаевна. Вы очень редко сейчас появляетесь в эфире. Часто? Редко. Редко появляетесь. И у меня будет все-таки просьба. Вы не оставляйте своих слушателей, нас, вот этой информации. Я знаю, вы можете, и мы с вами можем часами разговаривать, получать я новую информацию, и, казалось, я уже все знаю, что вы мне сказали, а вы постоянно что-то новое доносите. Я хотел бы, чтобы не только я один это мог слышать. Чаще появляйтесь, рассказывайте, потому что люди сейчас ищут эту информацию, люди хотят понять, что происходит. Вы очень доступно это объясняете простым языком. Даже мне, деревянному директору, это понятно. А уж люди-то наши и грамотные, тем более, разоберутся. Ну, я как начальник цеха с вами поговорила. Спасибо, Владимир Николаевич. Ну, будем стараться, конечно. Спасибо за добрые слова. Вам спасибо. Слава Божьей. Наш народ как раз и проходит вот такие тяжкие испытания. Я думаю, что это только начало. Если и дальше люди будут спать, то испытания будут еще более тяжелые.